Приветик, мои хорошие! Вот, наконец-то, мы и приехали с двухдневного обучения в Москве, и в 6 утра, сойдя с поезда, мы скорее примчали завтракать в кофейню парижанка. Вафли, клубничное гляссе, ну и, конечно же, вкуснейший кофе. Спать я ложиться не намеревалась, поэтому махнула с родителями с сыночком на дачу. У нас тут разные вкусняшечки-вкусняшечки. Ну и заскочили с покупками к бабушке. Ну а это уже следующий день, 9 утра, командный завтрак в кафе парижанка. Мы встретились с нашими менеджерами, с нашими любимыми девчонками, ну и, конечно же, делились небольшими лайфхаками с двухдневного обучения в Москве. Максимка весь запачкался, поэтому у нас был небольшой шопинг после кафе. Вот такую футболочку взяли, и ещё вот такую. Вот такие шортики, и ещё трикотажные шортики. И владюшки, конечно, взяли тросишки. Да-да, вы всё верно поняли. И после командного завтрака мы снова махнули с мужем и сыном на дачу. Смотрите, какая здесь красота. Ну и, наконец-то, наступило лето, наконец-то жара. Я очень счастлива, что, имея бизнес в интернете, могу работать буквально из любой точки мира, имея телефон, интернет, ну и желание зарабатывать, чего и вам, конечно же, советую. Это лучше, чем проводить время в душном офисе. На даче, конечно, божественно. 9 утра следующего дня мы с девочками встретились в кафе Coffee Cake. Безлимитная американо, апельсиновый фреш, ну и, конечно же, вкуснейшие завтраки. Я просто обожаю эту кофейню. Два часа пообщались с девочками, поработали. Потом заехали, конечно же, с сынишкой в офис. Нужно было забрать свои заказики. Ну а потом встретилась с подружкой, чтобы ей отдать очередной заказ. Ну и просто, конечно, пообщаться, поболтать. А потом немножечко пошопить сынули, купила толстовку. Он в предыдущем кадре как раз был в ней. Ну и сандали. А как же она умрёт? Так спился и пропал вообще. И квартиру просрал, и машина, и гараж, и всё на свете. Пропал. Ну вот мы приехали на дачу. Столько разной вкусноты я купила. Отдохнули, позагорали. И потом Максимка приехал с работы и меня уже забрал. Мы помчали на доставочке. Чаёк заказали девочке, батончики. А потом снова батончики. Кстати, они очень-очень вкусные. Я вам ссылочку оставлю, кто захочет. Можете пройти по ней и заказать в свой город. Мы сегодня снова на даче. Купили даже два пакета черешни. Почти два килограмма энергетики. Сейчас будем качаться на качельках. И кошечку сняжем. Мои хорошие, как вы, наверное, заметили, влог практически весь состоит из того, что утром я завтракаю со своей командой в кофейнях различных. Но одни провожу на даче. Но иногда шастые по магазинчикам. Практически всё купили. Владюшки на выходные. Нам вот только вот тут немного всего. Сейчас покажу, что это. Максу салатик. Нам бананчики, мыло. Семечки сейчас к подружке поеду. Вот, взяли конфеток немножко. Владики тоже взяли. И такие баунти, шоколады в нескольких видах. Он обожает конфет в основном батончики. Какие-то им ещё взяли. В общем, там было не... Ну, как бы, мне удобно уже снимать. Так, в магазинчике сняла. Ставали кадры. Вот, взяли себе это, Максим, снежок, кефир. В Владюшке там молоко. Рожки. Пасту вот такую я взяла. Первый раз буду пробовать. Какая-то прям класса. Паста вот такая и такая. Вообще, это интересно. И в другом магазинчике я взяла девчонкам такие кошелёчки. Вот это у меня будет Миланки. Это Алина. Ну, Макс его не ежедневно. Ой, не ежедневно, но взял какой-то там на работу. Маленький блокнотик. Вот. А ещё хочу показать Максу на работе. Подарили как молодому машинисту вот такой фонарик. И вот такой термос. В общем, очень даже примиренько. Вечером детишки разъехались к бабушкам. И на пару часиков я встретилась с подружкой, как всегда, в Прилуках у монастыря. А это уже следующий день. Мы с мужем купили карниз в зал и заехали в Бургер Кинг позавтракать. И потом он должен отвезти меня на маникюрчик. Тут он показывает свои воперы крутые. Ну, а тут уже я показываю свой новый шикарный маникюр. Ходила к новому мастеру очень-очень довольна. И, кстати, как вы могли заметить, я снова еду на ночь, глядя к подруге в Прилуке. Сегодня мы будем там ночевать. Мы, это я и мой сынишка Максимка. Муж нас вечером отвёз и сам помчал уже на работу. А ночуем мы для того, чтобы с утра пораньше сходить позагорать. И вуаля, мы проснулись в 6 утра, сходили по магазинчикам, купили торт, кофе себе. Я взяла конфетки, мороженое. В общем, у нас был очень-очень-очень вкусный завтрак. Ну, а потом пошли загорать. Ммм, вкусняшечка. Давай ещё, мать, лей. Не жалей, лей, мой. С 8 утра и до 2 дня мы валялись кверху жопками, загорали, кушали черешки, наслаждались жизнью, болтали. Ну, а потом пошли в солярий. Не, ну а что, на улице 30 градусов, нам мало, хотим больше загара. Как-то, 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 как-то хорошая, хорошая, хорошая. Не подпреди близко. А сейчас? Просыпаюсь я такая утром. И, как всегда, нерадостно. Вот этот кот, я просто не знаю, что с ним делать. Он постоянно всё сворачивает. Каждое утро начинается с приборки. Он тут недавно у нас рухнул с третьего этажа, разбил губу. И после этого стал какой-то прям гипервредным. Смотрите, ну всё сворачивает. Каждое, каждое, каждое утро. Пока Владюха в садике, а папа на работе, мы с маленьким Максимкой не только отвезли все доставочки, но и заскочили, конечно же, перекусить в маленькую Азию. Здесь, как вы помните, мой любимый сет. Заскочили сейчас в магазин. Кушать будем вот таким салатиком. Из салата, собственно говоря, огурца, помидора. Так жалко уже покупать огурцы, когда на даче есть свои. Но, увы, сегодня мы не были на даче, поэтому покупные огурчики. Максу взяла мороженое, вологошу. И сейчас пойдём за лайком в детский сад. Вот такие младкие взяла. Сегодня вообще с Максом ходили по доставкам целый день, по разным делам, поэтому в пути ели очень-очень много мороженого, много водички сладкой пили лимонадной. Мы, конечно, жвачки жевали. Кстати, вот такую скатерть я купила на даче. Ну, пока её дома так и сделала, разложила. Но что-то мне для дома она, конечно, не нравится. Ну, для дачи будет на улочке самое. То вчера там с подружкой ходили по магазинам. И вот такую скатерть я приобрела. Вот, ну всё. Уже тут киса вылезла. Про кису я говорила. Да, киса, покажи свой. Вот видите, у неё какой всё бодраный. Маленькая у нас с третьего этажа кисуля упала. Это вредная. Да, разбила губу. Все кошки прыгают нормально, а наша не успела сгруппироваться. Поэтому, видите, вот так с третьего этажа, хотя не высоко, но немножко поранилась. Вот, ну ладно, не будем о грустном. Сейчас, наверное, так кис. Сейчас быстренько готовлю салатик и уже бежим в садик за Владюхой. Девчули, у меня очередные покупочки. Колье я купила за 400 рублей. И комбезик за полторы тысячи. Эти комбезы сейчас очень модные, поэтому просто не могла пройти мимо. Смотрите, какой он классный. Вроде бы кажется, что такой, знаете, мышиный цвет, но нет. Он так отличный в себе на фигуре. И такой, знаете, прям вот как я люблю. Комфортный, удобный. Потеешь подмышки не сырые. Материал очень классненький. И вырез очень-очень комфортный. Мне нравится. И то, что с рукавчиком. Потому что я вообще не люблю, когда, знаете, ну какие-то вещи без рукава. Мне кажется, у меня такие руки супер жирные. Вот, когда маленький рукавчик, я прям счастлива и довольна. Тут все идеально. И вот такое ожерелье повседневное. Ну, можно сказать, не то, что на каждый день, но как-то нужно разнообразить свой лук. Поэтому взяла тоже очень-очень прямиленько. Сейчас ставлю фотографию, потому что смотрится. Вот вроде так валяется у меня на кровати, так тряпка тряпка. На самом деле смотрится божественно. Также довольно давненько я купила вот такое платье в розовом цвете. Блин, оно такое крутое. И я вообще, знаете, не могла выбрать, взять не розовое или черное. И недолго, думаю, взяла оба. Платье стоило 3 тысячи, но на кассе, каково же было моё удивление, что на платье-то скидка 50%. То есть у меня два платья, видите, должны были бы выйти 6 тысяч, а вышли всего три. В общем, я очень-очень довольна. Вот все чеки и еще одно платье. Купила за 900 рублей, тоже его сейчас покажу. Вот, я уже ездила и в Череповец выгуливать эти платьишки. И в Москву, и в Сокол, и в Ярославль. И, конечно же, гуляла по Вологде. Все, не могла вам снять уже два влога. И, наконец-то, показываю платье в отделе Эвона. Сейчас покажу еще черненькое. Вот так выглядит платье 46-го размера в черном цвете. Розовое, знаете, такое нежное, летними денечками гулять. А уже прохладными вечерами можно надеть вот такое черное. И, в принципе, мне кажется, в нем и в кафешечке тоже очень-очень-очень красиво и прибиленько ходить. Я, конечно же, вам вставлю фотографии, потому что смотрятся все платьишки. Очень-очень-очень красиво. И вот такое нежное взяла. Очень-очень легкое, очень короткое и полупрозрачное. Смотрите, какое просто шик. В нем я хожу только с мужем. А еще, бывает, надеваю сверху пиджачок. Тоже недавно покупала, очень красивый. Смотрите, какая тут милота. В общем, я довольна. Как раз летом, когда кожа вот такая просто супер-супер загорелая. Вот, очень красиво носить легкие, светлые вещи. Хотя тоже, опять же, на кровати валяется как простая тряпка. Но, блин, на фигуре оно смотрится просто божественно. Ну вот, смотрите сами, как смотрится белая платьица с этим, таким, знаете, нюдовым пиджачком. Это уже розовое платье. Очень-очень мне нравится. Так что вставлю вам сразу и вторую фотографию, чтобы вы посмотрели его длину. Это платье, такое же в черном цвете, но качество фото не очень из Инстаграм. Вот этот костюмчик я забыла вам показать. Сестру мы в Москве купили одинаковые, тоже комбезики. Ну и вот серый комбез. Я говорю, я на них просто подсела. Девчули, смотрите, какую красоту принес мне муж. Обожаю неожиданные подарки, цветочки. Вообще, когда не ждешь, когда просто так, по-моему, это волшебно. И конфетки деткам, а возможно, даже и мне. Доброе утро, мои хорошие. Вот только соберешься худеть, как папа покупает разную вкусноту. И сегодня опять побаловал двумя видами печенья. Прям две коробки купил. Сырочки и шоколадочку. Сейчас будем пить кофе и уже поедем по делам. А с вами, мои хорошие, мои дорогие, буду прощаться. Всех целую. Всем пока-пока.